Значит, за 7 лет борьбы за восстановление моих основных прав и свободы, на сегодняшний день произведенный мониторинг по факту 7-летних вареньев убедительно показывает, что основания для отказа в удовлетворении законных прав судьи принимают то, что не может быть принято априори как доказательство, а именно заявления таких организаций, как Министерство юстиции, прокуратура, инспектораты полиции, пенитенциарные учреждения предоставляют в суд только рапорт. Рапорт такого рода учреждений, согласно статье 101 УПК РМ, не может быть принят по целым трем пунктам как доказательство, а именно, ни одно доказательство не является окончательным и основополагающим. Второе. Значит, заявление потенциально виновного лица доказательством не является. И, наконец, третье. Под таким заявлением не обеспечена необходимая доказательная база, как то. Свидетельские показания, документы, вещественные доказательства. Таким образом, суди, которые принимают подобные решения, заведомо базируются на одном единственном доказательстве, которое таковым является, не может. И это известно судям, это известно Министерству юстиции, это известно каждому, кто находится в судах, и адвокатам в том числе. Поэтому, в любом случае, на сегодняшний день уже на это напоролось колоссальное количество людей. Уже пора бы председателю суда Тишинел. Коль скоро у нас судьи независимы, о чем и говорит один из основных законов Конституции, значит, председателю суда следует действительно обратить серьезное внимание на данный факт. Потому что количество уже давно переросло в качество. Рецепт один и тот же. Значит, у меня есть полный мониторинг судебных решений. С выводом, с количеством судебных заседаний используются два фактора, чтобы не удовлетворять законы и права и свободы. Затягивание судебных процессов и базирование на голословном заявлении того или иного заинтересованного лица из силовых структур власти, которые я перечислила выше. Поэтому, если сегодняшняя власть себя действительно позиционирует как проевропейская, законная и стремящаяся к наведению порядка, это должно быть остановлено до всех разговоров о реформе юстиции. И реформа юстиции – это один вопрос. Они говорят уже столько времени, дальше о говорении дело не пошло. При любых министрах юстиции, при любых генпрокурорах, при любых глав учреждений пенитенциаров суд дела не меняется. То есть, когда физическое лицо выступает против юридического, такого, как я перечислила, прокуратура, Минюст, инспектораты полиции, исполнительные учреждения, априори закон выступает на стороне учреждения. Хотя это прямое нарушение ст. 16 Конституции Молдова. И еще есть такой момент. Значит, существуют законы материальной ответственности судей, прокуроров и ИП. Я номер этого закона поясню потом впоследствии по телефону. Он у меня не со мной. Он рабочий. Он от 98-го года. И есть основания полагать, что сквозь призму этого закона идет вот такая круговая поддержка. Это тоже один из важных аспектов. И на уровне действительно и парламента, и соответствующих министерств меры надо принимать срочно. Потому что таким образом люди никогда и ничего в своих правах не восстановят. Просто затягиваются сроки и медленно, 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 у кого больше всех терпений, дело уходит в ЕСПЧ. ЕСПЧ потом тоже требует иногда арбитражного пересмотра. Это ненормально, нереально и неправильно. Значит, обычный гражданин должен быть восстановлен в своих правах. Так же прозрачно, такие же установленные сроки. Так, как восстанавливают в правах представителей той же прокуратуры, тех же парламентариев, чиновников и так далее. Там, если что-то не так, моментально, в течение месяца двух-трех, их права восстановлены, на работу они восстановлены, зарплаты их выплачены и так далее, и так далее. Мониторинг таких дел тоже сделан, и он очевиден. Значит, остальной, так сказать, электорат нужен раз в четыре. Это неправильно. Поэтому вот таким образом и фабрикуются дела по такой же системе. Если хотят человека посадить, только потому, что так хочет прокуратура. Вот они написали обвинительное заключение. Не важно, что там нет доказательств. Не важно. Вот это классическое дело, которое служится в Баюканах. Оно относится... По поводу вас? Да, события. К 2009 году. Оно должно было быть объединено. С аналогичным делом в 2009 году. Однако, этого не было сделано. Если такой факт события, да, имел место быть. Однако, в 2019 году, когда у меня пошло дело к срезкам, к предполагаемому удому, срочно возбудили уголовное дело. Именно в отношении меня. Хотя, имеющееся обвинительное заключение, написанное прокурором, от корки до корки, не содержит против меня ни единого доказательства. Там, мало того, содержит связь дело номер 4 с делом номер 1, за которое я уже отсидела. И, мало того, содержит признательные показания, признательные, в полном объеме, в организации всей этой схемы. Того человека, которого они, прокуратура, представляют как свидетеля, но в суд привезти не могут уже очень давно. И сейчас, несколько раз, судья госпожа Бежина пыталась заставить прокурора привезти этого человека в суд. Однако, он приводит только тех свидетелей, чьи показания есть в обвинительном заключении, и они все против вот этих потенциально виновных лиц. Против меня-то мне наказались. А который год длится этот суд в первой инстанции? Значит, два года. Два. С 2019-го, как считаю. Но, по факту, все это должно быть пройдено в 2009-м и 2010-м году. И эти данные содержатся в этом же обвинительном заключении. Там черным по белому написано. Так называемый господин Берлиба рассказывает, как он организовывал, кто к нему обращался. Полные признательные показания. А Берлиба кто? Прокурор? Нет, Берлиба это дело двух банкиров, которые вдруг попали в свидетелей. Понятно. То есть банковское дело, Молдинг-Клуб и Агрэнгбанг. Переложили на двух совершенно штатских людей. Меня и некоего Логвинов. Логвинов каким-то образом был освобожден из зала суда. В то время, когда против меня открыли еще одно дело. И еще одно дело. Такие же эффективные, такие же бездоказательные. Логвинов ушел от ответственности. Хотя около пяти лет он вместе со мной был, так сказать, подельником в суде. Один из банкиров показывал на Логвиново, второй из банкиров показывал на меня. В то время, как я бизнесмен, кто такой Логвинов, я вообще не знаю. Мы познакомились, так сказать, в течение судебных... На шаме подсудимых. Да. В качестве подсудимых. И вот это дело, смотрите, с завидным упорством. С 2009 года прокуратура все тянет и тянет, тянет и тянет. По первому делу был получен первый оправдательный приговор. В апелляции был еще оправдательный приговор. Однако прокуратура обжаловала и обжаловала, напрягала, суд напрягал, пока не вынесли обвинительный. То есть, высшая судебная отправляла в апелляцию, четко указывая, как на потенциальных виновных Берлибо и Шендрих, прокуратура опять обжаловала, опять назад, опять прокуратура обжаловала, пока не добились обвинительного в моем отношении и в отношении Логвиново. Логвинов потом был освобожден, я осужден. Там вообще вся, в полном объеме доказательная база против Шендри, Берлибо, все свидетели показывают против них. Здесь сейчас такая же история. Всех свидетелей в количестве пяти штук, которых мы уже услышали, все показывают против Шендри и Берлибо. Значит, на наше заявление с господином адвокатом в сторону суда мы просили наконец-то представить Берлибо, потому что вот его показания, как основного фигуранта, человек сам признается в совершенном деянии. Вот оно в документах официальных есть. Его не могу даже доставить в суд, даже приводом. А через неделю будет Международный день прав человека. В этом году исполнилось 30 лет со дня разглашения независимости. А нынешняя власть не додумалась делать законы об обнести, чтобы исправить ошибки прошлых судов. Как вы думаете, додумаются? Вот вы знаете, если учесть такой момент, что за последние годы столько раз было скомпрометировано НЦБК, все прокуратуры, инспектораты полиции, значит, пенитенциарные учреждения, что сам этот факт, причем многократно, многократно, это уже дает основания для того, чтобы все предыдущие дела просто аннулировать. Только этот факт. Мало того, вопрос об исследовании доказательств в 2020 году Конституционный суд выпустил решение, это закон, о фактическом исследовании доказательств, о понятии серьезная фактическая ошибка. Уже решение Конституционного суда не исполняется, но куда дальше идти? Вот мониторинг. У меня на руках. Сегодняшнее заседание пройдет на будущей неделе. Я отправлю результаты мониторинга по данный момент в сторону председателя суда Кишинера. Возможно, это для него будет каким-то образом очевидным. Возможно, он не в курсе. Все может быть. Хотя вряд ли. 11 часов. Давайте идти в зал. Давайте идти в зал. Пойдемте работать. И сам факт в том, что я полностью искалеченный человек, должна ездить сюда по желанию господина прокурора. Пусть вот школа ему так захотелось. Вот поэтому даже в этом процессе прокурор всячески сопротивляется, чтобы мы принесли в этом процессе первое дело Изабеллу Тимофееву, потому что там все расставлено и видно, как вот сфабриковали эти дела. И у нас вот... Только одно не учел. Только вот у нас... Сейчас, сейчас, подожди. Не важно. У нас сейчас начали открывать дела по незаконному обогащению. Это прокурор очень хорошо умеет делать. Вот, представляешь, идут в жилье человека, в масках там, показывают с телевидением и создает еще одно уголовное дело. А чем она закончится? Вот я думаю, что генеральный прокурор, бывшего Стояноглова, генерала, как они расследуют его дело, он через год будет на свободе. Это дело будет продолжаться несколько лет. Потому что нельзя его держать под арест больше года. Как бы ты там... Вот они Плохотнюк позаботились. Раньше не было никаких сроков. Можно было держать... Вот Римского держали 4 года без приговора. А сейчас нельзя Плохотнюк сделал... Так бы обеспечил своих людей на будущие возможности увильнуть от заключения длительного. И вот они через год должны будут Стояноглова освободить. В любом случае. Приговоры вряд ли они вынесут ему в течение года. Все зависит от адвокатов. А вот они начали показывать. Вот они сегодня, прокуроры и следователи, ЧНИА, ЧНИА, прокуратура антикоррупции показывает якобы свою нужность. Они начали против своих коллег даже возбуждать уголовные дела по незаконному обогащению. Но, ребята, незаконное обогащение надо доказать. И будет очень тяжело, потому что в нашей конституции есть статья о том, что доходы, полученные в любых обстоятельствах, считаются как бы законными. Если доказано обратно. Презумптия добытого. Законным путем. Поэтому я посмотрю. И все эти дела. У меня с твоей ногой он как-нибудь разберется. Не бы его проблемы. Да, ваши проблемы. Мы говорим в том числе и о ваших проблемах. Не, не интересуют мои. Это же эгоистка. Ваши проблемы зависят от обстановки в целом. Поэтому вот они начали вот эти дела. Посмотрим, чем это закончится. Потому что придут другие прокуроры во главе. ПАСы, если они будут продолжать дальше, так скоро уйдут. Придут другие прокуроры. Другая власть придет. Другие прокуроры. И эти, которые сейчас фабрикуют дела по незаконному обогащению. Ребята, а что вы под телевидением это делаете? У вас есть незаконное обогащение. Это обычно связано с документами. Можете изучать все документы. У вас есть информация о всех ваших коллегах, их родственниках. И так далее изучайте по документам. Девниторные лечите не производят документы. Ой, да. Не надо. Плик, тянк, банки. Они врываются в дом. И гасаешь тянк, банки. Гасаешь тянк, банки. Фаре сустенение документов. О, да, а что я должен... Не, подожди, Феррест. А что я на каждый лей должен представить документ, как я его заработал? А может, я его одолжил? Может быть. Может. А вот когда я скажу, что я одолжил, а прокурор скажет, что нет, а откуда ты, как ты докажешь, что я не одолжил эти деньги? Это посмотрим. А эти дела все дойдут до европейского суда. А там посмотрим. Европейский суд, я думаю, что 90% из этих дел, если дойдут до европейского суда, будут в пользу соответствующего обвиняемого. Главным образом потому, что наши следователи, прокуроры, не умеют расследовать дела. Они умеют, они привыкли их фабриковать. Понимаешь? И когда вот они сфабриковали генеральному прокурору дело, по некоторым обвинениям, я посмотрю, как они докажут. И представь, пошли делать ему обыск в офис. Оказалось, что они не доделали этот обыск. Через месяц они задумались и вернулись. Ребята, как же так? Вот так они действуют. Это же большая глупость. Если бы вы закрыли этот офис, опомбировали, поставили там охрану, это может быть еще куда не шло. А когда вы пошли, сделали обыск, запатриколировали, а потом вспомнили, что что-то вы оттуда не изъяли, и пошли обратно через месяц, после того, как там сидели другие люди, какой там обыск, какие там доказательства? Вот, пожалуйста. И вот по делу Изабеллы Тимофеевой то же самое было. А зачем? А судьи не требуют доказательства. Во всяком случае не требовали в основном. Вот и по моему делаю. Нет. Главное, что прокурор сказал. А что говорит аппарария, не важно. Абсолютно. Что говорит адвокат, не важно. И доказательства не имеют значки? Нет, так я говорю, что... Главное, что сказал прокурор. Вот они сейчас поступают так. Вот они берут телевизионщику, свои камеры, идут, обыскивают дома людей. Своих коллег даже. А потом что? А там, понимаешь, какая лафа для этих ребят. Там денег, куча. Можно их часть не зафиксировать. Протоколе вот ей все, все имущество изъяли. И веб-баю кантусе. И есть документы, что... И исчезла. Говорят, что украли, да? Да. Что их обокрали. Нет, серьезно. Поэтому вот представляешь, какая сейчас... Для прокуроров и некоторых ребят из ЧНА, какая лафа. Сейчас мы сделаем дела, неважно против кого. Государство как мафия. Да, так у нас. Так и вот уже на протяжении 10 лет, где-то с 13-14 года, ну не от 10 лет еще, это что-то не... Не постижимое. Не постижимое. И сейчас вот это... И хотя бы 50% туда-сюда, хотя бы на 50%... И сейчас все это продолжается. Ну, а там, ну что, отстранили этого генерального прокурорства Яногла. Ну, назначили Робу, да? А Робу... Тоже его до сих пор... Как? Назначили прокурора, который проверяет его там... Появление в очень нехорошем виде, в связи с тем, когда он получает 10 тысяч евро или доллар. Что с ним? Вот как с домной адвокат Попорова. Она уходит и пишет заявление об уходе или нет? А господин Робу не должен написать в таком случае заявление? Или его пока еще... Вот этот случай не расследует. Назначенный прокурор. Понимаешь? Сейчас, стараюсь, назначили прокурора, который был расследовать дела Стойногла. А сейчас должны назначить прокурора, который должен расследовать дела Робу, который замещает генерального прокурора. Представляешь, какая ситуация? И один... Как бы... Одна неудача за другой в новой власти. Как же так, ребята? Вот если бы вы... Вот не стоит... За одну неделю можно было принять закон о том, чтобы отменить статью 432-ю, где Верховный суд имеет право... Согласно которой Верховный суд имеет право рассматривать дела без присутствия сторон. Отмените эту статью и поменяйте следующие две статьи, я не знаю, 433-ю и 432-ю, где-то примерно вот так на память. Измените их немного содержание. И посмотрите, какие будут изменения в нашей судебной системе. Все станет почти на свои места. Потому что судьи будут знать, что если дойдет до Верховного суда это дело, и там будут присутствовать адвокаты и так далее, и будут там, в этом Верховном суде, хоть немножко нормальные и компетентные люди, но они есть даже в этом Верховном суде. Потому что мое вот... По моему делу решение Верховного суда, я даже не ожидал такого решения. Компетентные, обстоятельно изложенные и так далее. Я могу везде сейчас открыто. Я не думаю, что какой-нибудь уже ниже стоящий суд пойдет против этого решения. И, а, как же? Сейчас Верховный суд рассматривает дела как хочет. Они даже говорят, что... Они должны собраться публично и вынести решение. И какого-то... Они объявляют, но сторонних вызывают. Поэтому это одна и самая... Вторая проблема юстиции нашей. Длительность уголовных расследований. Надо ограничить уголовные расследования. Допустим, если ты в течение... Есть и механизмы, которые все это... И в западных странах это все есть. Можно просто списать от них. Понимаешь? Если ты... Уголовное дело продолжается больше года. Ну, больше полтора. Ну, допустим, больше двух лет. То после истечения этого срока Оно должно быть взято на контроль У генерального прокурора Или у его заместителя и так далее. И они должны генерально принимать все меры, Чтобы завершить как можно быстрее это дело. Есть, конечно, случаи, когда невозможно Даже в течение двух-трех лет и так далее. Но тогда нужно принимать специальные процедуры Для того, чтобы приостанавливать это дело. Давать указания, находить доказательства Укрывающиеся от уголовного преследования и так далее. Но это у нас нет. Вот у нас можно... У Изабелла Тимофеева Вот 10 лет она сидела всем. С 2009 года вот дела продолжаются. Это то, что сегодня ей... Инкриминируют, это дела 2009 года. Хотя уголовное дело было возбуждено в 2019 году. Всего два года назад. 10 лет спустя. Да, 10 лет спустя. А почему? А если 10 лет спустя... Ребята, что вы делали в течение 10 лет? Там все... В том первом деле об этом было все известно. Все было известно. Понимаешь? Нет, это все в материалах дела есть. А это как происходит? Когда ребятам нужно, Они как бы из одного дела делают несколько дел, А потом по очереди как бы и предъявляется дух. Это не я сделал. И почему дальше вот так все происходит? Походи, вот телевидение вообще не говорит о сущности необходимых реформ. Никто не хочет. Из тех, которые появляются на нашем сегодняшнем телевидении, никто не хочет как раз, что надо делать реально. А домовой власти никто не знает, что надо делать реально. Потому что они, вот допустим, министр юстиции, нынешний бывший пат, и нынешний там, который находится в юридической комиссии, они никогда по всеми ни одно дело не рассматривали, не участвовали и так далее. Откуда они будут знать, какие основные проблемы нашей юстиции. А наших ученых никогда ни одно телевидение не приглашают. Да, кстати, и о наших ученых. У нас все нынешние ученые, которые правят у наукой Молдовии юридической, все бывшие полицейские, прокуроры и судьи. Вот вам и желаем всем успеха. Все хорошо обеспечены, хорошо устроены. Не уверен, что записывают. Ну, не уверен. Субтитры подогнал «Симон»